Добрый день! Репортаж Олега Сентюрова. Репортаж Олега Сентюрова. Республиканский союз молодежи и Белорусское общественное объединение «Белая Русь». Белорусское объединение ветеранов. В составе комиссии представители трех политических партий. Это Республиканская партия труда и справедливости, Коммунистическая партия Белоруссии, а также Белорусская партия левых «Справедливый мир». Взгодно с календарным планом по проведению выборов президента Республики Беларусь у территориальных комиссиях завершается проверка на соправность подписных листов, які подадзены инициативными групами. Выники этой работы станут вядомыми на початку вересня. С тем часом участковая комиссия зараз проводит первые организационные посаджения. Основные питания на парадку дня – выборы старшини, наместники и секретаря, размиркование обовязков и затверджение графиков подрихтовки непосредственно выборчих участков. Значная частка их будет знаходиться у научальных установок, у Омским дорожно-будовничьим колледжи, где размещенный участок номер 9, голосование пройдет до из-за аудитории. У версии я ее выведусь из научального процесса, установить кабины и урны для голосования, отведусь место для назиральников. Але першочерговая задача – работать со списами выборщиков. Не позднее, чем за 15 дн до выборов, удокладненные списы повинны быть вывешены на участках для ознайомнения. В настоящее время мы получили списки избирателей, проживающих в границах нашего участка, от администрации Центрального района. И члены комиссии сейчас работают над уточнением списков избирателей, посещая избирателей по месту жительства, и будем вносить соответствующие изменения в списки. Алексей Центров, Валерий Копанько, телерады, компания «Гомель». Справ Алексей Анатольевич Васюченко. Звонку от ЖХРУ областного центра шакают по номеру телефона 7107-62. Як и завсёды по субботах, промые линии будут организованы так само у районных администрациях и райвыконкамах. Подрыхтовка до отяпляльного периода у питания оптимизации голены за хавание беспешных умов працы. Выездное постяжение коллеги Министерства жилево-коммунальной господарки Республики Беларусь пройшло на базе Наравлянского, Ельского и Мазырского районов. За его ходом сошили корреспонденты телеканала «Мазыр». Штартовала коллегия у Наруле. Пирали к пытанию, яке стоял на парадку днями у Надзённой, а у ней кай ступени – глобальный характер. Практичная отчастка посаджения уключала у себя наведывание широкого объектов жилево-коммунальной господарки. При этом пытании подрыхтовки до осенней-зимового периода надавалась особливая увага. Вопросы подготовки к зиме идут в плановом порядке. Обеспечены все установленные задания, которые были доведены до предприятий, до организации жилищно-коммунального хозяйства. Не исключением является и Гомельская область, в том числе и те территории, которые мы сегодня посещаем в рамках проведения выездной коллегии. По таким же принципу коллегия проходила и в Ельском районе. Министр текаялся по доходам до утримания, ремонта и техничного обслуговывания жилевого фонда в регионе. У Мазыры удельники посаджения наведали канализационно-помповую станцию. Объект находится на стадии реконструкции. Подчас пленарного посаджения основными пытаниями стали снижение выдатков и нормование працы. По сутности, коммунальники обмерковали реализацию программы развития жилево-коммунальной господарки, принятую Саумином в 2013 году, с мытой повышения эффективности и надейности працы, поляпшение якости послуг при обовязковом снижении затрат на их оказание. В рамках нормирования труда были сделаны определенные шаги, пересмотрен ряд нормативных документов, которые определяют нормативную численность работников занятых в отрасли жилищно-коммунального хозяйства. Это позволило в целом по республике снизить количество работников, участвующих в процессе оказания услуг, по сравнению с прошлым годом, только за последний год, порядка 5 тысяч человек. Конечно же, это положительным образом сказывается и на снижении затрат, и, соответственно, на повышении уровня возмещения затрат населением без повышения тарифов. Гомельская область поделилась своим опытом. Практика проведения выездных коллег и жилево-коммунальной господарки выкористовывается уже на протягу некоторых годов. Не в кабинете, а на реальных объектах вывучается, как и у каким на керунку повинна развиваться голена. Илона Шавловская, Вячеслав Приписнов, телеканал Мазыр, специально для телерадиокомпании Гомель. Депутаты Гомельского горсовета в рамках акции «Сбирай портфель першокласснику» допомогли подрихтоваться до початку научального года детям с трех семьев, которые живут в Новобелевском районе. Особливость в том, что у каждой из них по два першоклассники. В свой час батькам Пашасила и у них на свет заявились близняты. Примать в делу акции «Сбирай портфель першокласснику» для депутатов горсовета стала уже доброй традицией. Отзвычайно подрихтоваться до школы допомогают першоклассникам сашмадзетных и малозабеспечных семьев. На этот раз вырошли допомогать тем, у кого усе клопоты и выдатки – удвойным померы. Во урашистой обстановце першые в житии школьные портфели из рук старшини городского совета депутатов Ивана Бородинчика отрымали три пары близнятов – четыре хлопчики и две девчонки. Вместе варанцев депутаты сбирали властными силами. А кроме всего, что не обходно школьнику, сарод подарунков были ласунки и развивающие гульни. Не обошлось и без приемных сюрпризов. Изъявили ребята желание посетить наш ледовый дворец, посмотреть матчи с участием нашего хоккейного клуба «Гомель». Поэтому мы вручим сертификаты для посещения матчей с участием нашего хоккейного клуба. «Гомель» рыхтуется до проведения гала-концерта в рамках республиканской громадской культурной акции «Мы, белорусы, мирные люди». Основная задача акции – взмацнение 11-го белорусского народа в год проведения важных политичных падей в житии державы и формирования патриотичной самосвядомости грамадян. Старт акции был даден 23-го лютого в Могилеве концертом солистов Национального академичного Великого театра оперы и балета Республики Беларусь. В «Гомеле» областные гала-концерт запланованы на 10-го вероятня. Место проведения – ледовый палац. Приезжают звезды белорусской эстрады, среди которых и Алина Ланская, Олеся, Анатолий Ермоленко, Саша Немо, Олеся Кодуш и Слава Нагорный, Тео, группа «Чистый голос», Дария, многие-многие-многие другие. Песни узнаваемые. Я думаю, что всем залом мы будем петь эти любимые песни, посвященные и красоте Беларуси, и белорусским людям, гостеприимству нашей прекрасной земли, просто о любви, о весне, о том, что жизнь прекрасна и удивительна. Сегодня православные верники означают одно из 12 галонных церковных свято «Успение» про Святой Богородицы. Этим святом завершается двухтедневый Успенский пост, один и просвещенный Богородицы. Свято Успение – светлый и радостный день для кожного христианина. При жизни Дева Мария для верников заявлялась символом сутешения и наставления. В день блаженного своего скону, и она первоособилась в молитвенницу и небесную заступницу для человечества перед Господом. Скон про Святой Богородицы церква нездарма называет Успением, а не смертью. Дева Мария быцем на малыша заснула, а затем обудилася до вечного життя. Ранее Свято Успение про Святой Богородицы символизовало конец жнива. Ранеецей этого дня было принято освещать поли с житым и пшеницей. Некоторые народные верования заховались и до наших дён. До прикладу многие притрымливаются меркования, что у Свято Успения лепш отмывается от працы в поле, огороде и по дому. За святошным столом не варто переедать, так само нельзя кривдить родных, близких и соседей. Новины региона и информацию о проектах телераду компании Гомель вы можете найти на нашем сайте и интернете по адресу www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен. У студии працавала Маргарита Шибукова. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова